Мои дети периодически проводят 12 часов в парке. Я думаю, что с такими аттракционами в том числе это тренд. Нет такого понятия американская или русская горка в принципе. Это совершенно другой уровень. Всем привет! Меня зовут Маша Валуйская и это программа «Тема». Здесь мы обсуждаем самые актуальные и насущные вопросы. Лето — это пора, когда наша жизнь должна быть суперяркой и насыщенной. Каждый день надо насыщать эмоциями. И наш сегодняшний эфир — палочка-выручалочка для тех, кто не знает, как весело провести досуг с детьми и устроить для них настоящую сказку. Сегодня у меня в гостях настоящий волшебник, генеральный директор парка развлечений «Сказка» Андрей Кунов. Здравствуйте, Андрей! Здравствуйте! Очень приятно быть у вас. А нам приятно, что вы у нас. Скажите, вот вы правда согласны с тем, что вы настоящий волшебник? Обычно меня «Сказочник» называют, потому что ассоциация с компанией. Но волшебство и сказка где-то рядом, поэтому нормально. Почему парки развлечений — это так круто? Ну, это что-то необычное из нашей жизни. Это какие-то другие эмоции совершенно. Это то, что ты в быту не можешь получить. Поэтому они пользуются такой большой популярностью. Все ли дети в восторге от подобных парков? Ведь многие боятся аттракционов. Подобных это каких? В мире тысячи разнообразных парков. То есть самая главная задача парка — сделать такой набор всевозможных развлечений и активностей, которые будут доступны для любых детей, подростков, взрослых, чтобы каждый нашел свой какой-то уголок и свой аттракцион. Поэтому, да, если у парка есть полный набор, то каждый и 2 года, и 5 лет, и 30 лет найдет для себя что-то уникальное. А вот какая сейчас ситуация? Все-таки растет востребованность? К счастью, да. Вообще, в принципе, индустрия развлечений до недавнего момента была в России не очень развита. И, к слову сказать, в одном Орландо 16 разнообразных парков развлечений. А в Москве, по сути, условно, 2 коммерческих парка, которые развивают индустрию. К счастью, по разной информации сейчас еще планируется дополнительное строительство. Но сейчас вот как раз бум на то, чтобы разнообразного, хорошего формата, мирового уровня развлечения появлялись у нас в стране. Вот, насколько я знаю, Диснейленду уже 69 лет, Феррари парку будет 15 лет, а сказке в этом году исполнится 8 лет. Вот люди мечтают оказаться во всех этих парках. И как думаете, все-таки такая любовь к паркам, вот с чем она связана? Она связана с тем, что ты забываешь в момент посещения парка практически обо всем. То есть ты переключаешься и чувствуешь себя, ну, как будто бы какой-то другой вселенной. Именно поэтому люди хотят посещать парки, посещать разные парки, потому что они все сделаны по разным мотивам. И для них это каждое отдельное посещение, это отдельная эмоция. Вы когда последний раз были в парке? Вот не как работник? Нет, нет, вот именно как посетитель, чтобы покататься на тракционах. Да. Примерно месяц назад я был в парке, это был парк в Китае, но я уже давным-давно не хожу в парк просто как посетитель, это скорее уже работа. Ты смотришь по-особенному на аттракционы, на тематизацию, на то, как устроено, на то, какие заборы, какая там покрытие и так далее. Тестируете на себе? Конечно. Мы же как парк строим? Мы строим парк на основании мирового опыта, собираем все, что есть с разных концов нашей планеты и потом придумываем для себя что-то уникальное. Какой аттракцион последний раз тестировали? Возможно, что-то для себя взяли. Подвесные американские горки, когда ты не садишься сверху, а когда тебя вот образом подвешивают, и это очень интересное чувство, лететь вниз, понимая, что ты, конечно же, поднимешься, но страх остается. Ну и что, у нас такое будет? Конечно. В следующем году. Прямо сейчас Ольга Серябкина, а затем вернемся к нашей интересной беседе. Наша фотография с Андреем уже появилась в наших социальных сетях. Заходите в нашу официальную группу во Вконтакте, а также в Телеграм-канал. Задавайте свои вопросы гостю. И, конечно же, делитесь, какие у вас любимые аттракционы. Все будем зачитывать, обсуждать. Ну и, конечно же, вот пока мы с Андреем общались, у меня возник вопрос. Какое время вообще, какое количество часов проводят в среднем в парках аттракционных дети и их родители? Мои дети периодически проводят 12 часов в парке. 12! Их потом еще сложно выгнать. А так, среднее посещение в районе 4 часов, это вот когда семья приезжает до момента, когда им уже, скажем так, накатаются на всем, что хотят. А был ли у вас в парке какой-то рекорд? Сутки провели? Сутки нет, но у нас был рекорд. Один молодой человек покатался на нашей русской горе Молния 68 раз за день. На одном аттракционе 68 раз за день. Это тот рекорд, который я до сих пор помню. Какие новые аттракционы сейчас открываются в парках развлечений? Они очень разноформатные. Вообще, индустрия развлечений по всему миру не стоит на месте. Мы недавно обсуждали один проект. Американская катальная гора, русская катальная гора, в форме двойного сердца. То есть сердце, вот прям как сердце 50-метровой высоты. И это горка, где ты едешь, переворачиваешься, и вот в форме сердца, она такая очень красивая. Мы себе рассматривали как сердце развлечений Москвы. Надеюсь, когда-нибудь этот проект получится. А еще что необычного есть из новых? Очень необычные даркрайды есть. Это такие аттракционы, где ты садишься в некую вагонетку, едешь в закрытом темном пространстве, и разные зоны, виртуальные зоны с экранами, с какими-то спецэффектами. Очень интересно, есть мумия в Universal. Дошел уровень до того, что ты какую-то зону поднимаешь, подъезжаешь, там вот эта вот мумия с тобой разговаривает, дает тебе какое-то проклятие, все загорается огнем, и огонь настоящий, тебе прям жарко становится. То есть вот такие аттракционы, я думаю, что с такими аттракционами в том числе это тренд. Ну и тренд сохраняется за экстремальными аттракционами, они по всему миру, их очень много, их очень любят. Есть парки, где и там по 13 катальных гор, парки, которые только из катальных гор состоят. Ну то есть очень разнообразные в мире. Давайте топ аттракционов для детей и для взрослых, вот по вашему мнению. Есть универсальные, я скажу сейчас несколько универсальных. Первое, это колесо обозрения. Колесо обозрения вообще топ аттракционов для всей семьи, потому что все безопасно, кабинки закрываются вообще очень хорошо. Потом тематические локации обязательно, это что-то из разряда динопарка, либо с животными, где можно и потрогать, и посчупать, и посмотреть, и порычать, и динозавру видеть натуральную величину. Для деток это вот паровозик, наш известный из детства, когда ты катаешься по кругу, очень любят. И для более взрослых, детей, подростков, это все, что переворачивается вверх ногами. Есть очень хороший аттракцион Discovery, который делает 360, а помимо этого еще и платформа крутится. Не передаваемые ощущения. А если вот все-таки ребенок застрял где-нибудь посредине платформы, что делать? Кто следит за безопасностью таких парков? В парке всегда в режиме работы парка находится механическо-техническая служба механики. Соответственно, есть общие какие-то чаты, рации, человек сразу вызывает, и в зависимости от сложности ситуации, либо перезагружает аттракцион, если там скачок напряжения был или еще что-то, и возвращает его в исходное положение, либо, соответственно, с помощью лестницы или чего-то оперативно эвакуирует всех гостей. Самое главное в этот момент просто сохранять спокойствие. Все современные аттракционы выполнены таким образом, что неважно, что случается, выключили свет, даже та же русская гора, выключили свет, не знаю, произошел какой-то сбой. Вне зависимости от того, что произошло, с человеком ничего не случится. Максимум, что будет, это он посидит вот так 5 минут, пока его не достанут. Ну и посидим мы несколько минут, но весело, задорно, под исламой Тляшева. Это программа «Тема». Напоминаю, что у меня сегодня в гостях генеральный директор Московского парка развлечений Андрей Кунов. Андрей, мы с вами уже обсудили русские горки, и у меня вопрос такой. Чем они отличаются от американских? Нет такого понятия «американская» или «русская горка» в принципе. Почему я оговариваюсь и говорю про русскую горку? Потому что исконно горки первыми придумали на Руси. Прародитель катальной горы – это ледяные горки при Петре I, а дальше уже некие механизированные аттракционы появились при Екатерине. И поэтому оттуда зародилась вся история с катальными горами, и они называются исконно русские. Мы их называем американскими, потому что уже современные горки первыми сделали в Америке. Везде по всему миру их называют русскими. И то, и другое в целом просто называется катальная гора или роллеркостер по-английски. И просто как, ну, вот уже такой исконный сленг русско-американская гора. Вот такая вот историческая справка. Я лично не знала. Спасибо вам большое. Я уверена, что многие телезрители сейчас даже удивлены. Ну, а если говорить про сейчас и уже будущее, какое дальнейшее развитие вот в этой сфере парков аттракционов? Если мы говорим про мировую тенденцию, то сейчас такое количество парков постоянно появляется и строится, что, наверное, их там не перечесть, не пересчитать. Если мы говорим про Россию, то, слава богу, сейчас такое количество субсидий, грантов, возможностей, мер поддержки и всего остального, что у меня надежда, что мы когда-нибудь догоним Америку либо Европу по количеству парков развлечений. Потому что когда ты идешь в один парк, это одна эмоция. Когда идешь в другой парк, ты получаешь другую эмоцию. И да, понятно, что кто-то имеет возможность выехать, кто-то не имеет возможность выехать, но когда-то у тебя в стране есть там 3, 5, 10, 20, 40 парков развлечений, это совершенно другой уровень. Вот вы как эксперты, что бы вы хотели бы привнести в эту культуру нового? Чего еще, возможно, нет? Есть мечта какая-то? Вот есть компания Disney. Из чего получились парки Disney? Они получились первоначально из контента. То есть компания, которая там скупала все прародители компаний и анимационных, Pixar, еще кого-то. И потом после этого они интегрировали это в парк развлечений. Вот такой культуры на текущий момент у нас нет. Я бы очень хотел, чтобы у нас в России появились такого качества, такого уровня контент, который мы могли бы сделать и воплотить это в полноценный парк развлечений, большого формата, чтобы можно было всему миру приезжать и гордиться каким-то нашим российским брендом, нашим российским парком по принципу того же Disney. Прямо сейчас короткая реклама, сразу после Мари Крайберери и ваши сообщения. Андрей, сейчас бум на экзотические развлечения. И тематические парки набирают обороты и популярность среди детишек. С чем это связано и для кого эти парки? Это связано с тем, что индустрия очень хорошо развивается. Это связано с тем, что у людей все равно появляется насмотренность и просто обычными аттракционами, которые много где размещены, их не удивишь. Соответственно, нужно либо что-то новое, какие-то новые аттракционные, экстремальные, необычные, того, чего они раньше не видели, либо делать тематические парки, которые в целом передают какую-то историю, атмосферу, либо в частности. Допустим, в целом это может быть парк по каким-то мотивам сказок. Тот же Диснейленд – это большой тематический парк. Либо это может быть отдельная зона тематическая, как зона, допустим, с динозаврами. Это тоже тематическая зона в парке. Вот что в них особенного? Ну, это чуть-чуть другое ощущение. То есть, особенно для детей, особенно для… Пример, так будет проще. Есть зона тематическая площадка с хаски. Вот где ты в Москве будешь держать хаски в квартире, каждый день с ней гулять, понятно, что это не всем удобно. Но приехать и пообщаться с этим милейшим созданием, потискать, погулять, поиграть, соответственно, и насладиться теми эмоциями, незабываемыми, которые ты получаешь, это можно, пожалуйста. Ты приехал, получил эмоции, и дальше спокойно еще до следующего визита ты чувствуешь себя комфортно, и тебе нет необходимости заводить себе собаку. Так же и с остальными. Ну, где-то еще в натуральную величину найдешь динозавра. Ну, пожалуйста, приезжай в тематический парк. Это безопасно? Это безопасно. Они рычат, они двигаются. Это очень правдоподобно, но это максимально безопасно. То есть животные в таких парках всегда дружелюбные? Конечно. Исключительно в парках тематических размещаются животные, которые не могут причинить вред человеку. Ситуации разные бывают. Да, там животные, им жарко, еще что-то. Но ничего серьезного из происшествий никогда в жизни не было. А есть ли возрастные ограничения в таких парках? Чаще всего возрастные ограничения только с сопровождением. Ну, то есть понятно, что 4-х или 5-летний ребенок, один с собакой, который может его утащить, не надо, чтобы он ходил гулять. Но если сопровождают взрослые, старшие 18 лет, пожалуйста. А есть ли в ваших мечтах создать какой-то особенный тематический парк, которого еще не существует? Вы знаете, мне кажется, в мире есть все, что угодно, и дальше только разные вариации того, что может сделать. Я бы хотел сделать... Одна была, скажем так, идея, которую мы реализовали, это страна одной мультимедийной детской, скажем так, страны, которую мы реализовали у себя в парке. И вот мне бы хотелось все-таки, чтобы в России появился какой-то очень большой, очень детализированный, очень, скажем так, масштабный парк, именно тематический, не только с аттракционами, а с какой-то большой-большой историей и легендой. Когда ты заходишь и прямо погружаешься в мотивы одного или нескольких таких вот сказок или фильмов, это было бы очень круто. В общем, что-то иммерсивное. Что-то иммерсивное, да, что-то с погружением, что-то, может быть, с актерами. Такого в России пока еще нет. Отдельные какие-то спектакли есть, но чтобы это был полноценный парк, такого еще нет. Ну что, продолжаем обсуждать самое веселое времяпрепровождение, вид досуга, и это парки развлечений. Есть еще интерактивные аттракционы. Что это такое? Я про них, например, не слышала. Интерактивный аттракцион — это что-то, где происходит какое-то дополнительное действие. Например, один из моих любимых аттракционов — это лодочки. Спокойный, простой, очень приятный. Он тоже считается интерактивным, потому что движение самой лодки зависит от того, в какую сторону ты рулишь. А вообще, в принципе, их очень много разнообразных. Есть интерактивные VR-ы, где ты кого-то там стреляешь, попадаешь, качаешься на каких-то качелях, происходит какое-то движение тоже интерактивное. И есть еще также аттракционы совмещения механики и интерактива. Допустим, происходит какое-то движение на поезде, на нашем любимом детском поезде. А в процессе ты должен попасть в какую-то там малую архитектурную форму, либо в какую-то мишень, либо во что-то еще. Набираешь очки, и после этого там объявляется победитель. Это тоже интерактивный аттракцион. Это прям огромный пласт аттракционов, которые сейчас очень хорошо развиваются. Это вот одна из тенденций современного развлечения. А какой ваш интерактивный аттракцион самый любимый? Я уже сказал, лодочки. Я очень люблю. Дочка, у меня дочке 5 лет, она всегда мне говорит, папа, пойдем нам на лодочке. И вот это тихо и спокойно. А вот есть какие-то фавориты среди девушек и мужчин? Вот девчонкам что больше нравится? Я думаю, что это все очень-очень индивидуально. Есть девушки очень разные, есть мужчины очень разные. Поэтому каждый выбирает, исходя из того, какое у него предпочтение внутреннее. Но есть стереотип, я про него расскажу, не касаемо интерактивных развлечений. Все всегда думают, что девушки очень кричат на аттракционах, боятся и так далее. Кричат мальчики, да? По факту бородатые, большие мужчины больше всех и громче всех кричат на аттракционах. Это проверено, знаете, это так. Интересный факт. Прямо сейчас моя Мишель, а сразу после вернемся к звездной рубрике. Что, как и обещала, к звездной рубрике. Сейчас, Андрей, я буду показывать вам фотографии артистов. И ваша задача посоветовать им и нам, куда им лучше отправиться. На какой аттракцион, тематический парк, в общем, все, что считаете нужным. Итак, первый наш герой это Джиган. К сожалению, фото Джиганов оттежды не обнаружено. Так что, чем богаты? Интернет не располагает фотографии в одежде Джигана. Джиган однозначно на русскую горку. На русскую горку. Почему? Ну, он брутальный, здоровый. Соответственно, должны быть самые яркие впечатления, яркие эмоции. Американская и русская гора очень хорошо так стоит. Как думаете, он кричит на аттракционах? Я думаю, что он слишком брутален, чтобы кричать на аттракционах. Кричит в себя. Наверняка сдерживается. Следующая наша героиня это Лариса Долина. Куда бы вы ей посоветовали сходить? Лариса Долина, мне кажется, должна пойти в тематическую локацию. И есть замечательный парк Тепиарьев. И вот он очень спокойный. И он очень по красоте подходит для Ларисы Долины. Следующий наш артист это Николай Басков. Николая Баскова надо на какой-то аттракцион, который очень сильно и очень быстро переворачивается для того, чтобы всю полноту его голоса оценить. Поэтому пусть это будет дисковер. Вы так добры, Андрей. Следующая суперзвезда это Анна Асти. Что подойдет ей? Анна Асти для красивых селфи с потрясающими видами. Пусть прокатится на колесе обозрения. Здорово. Хотели бы с ней прокатиться? Наверное, я скажу, конечно, да. Но с другой стороны, что мне с ней делать? Ну, попеть можно. Я думаю, что моя жена не оценит. То есть, если буду кататься со мной. Дима Билан. Ну, с Димой Биланом, наверное, жена отпустит вас покататься. Да, у Димы Билан тоже есть потрясающая песня. Насколько я помню, называется она «Молния». Как раз как одна из русских гор, поэтому тоже на русскую группу. Здорово. И последняя наша звездочка – это Нюша. Нюша была у нас в парке. Она достаточно часто гость, насколько я знаю. И Нюше тоже нужно что-то очень красивое. Я думаю, что это лодочки какие-то, либо это динозавры. Что-то вот зеленое, какие-то очень красивые, яркие для хороших селфи. Сейчас посмотрим на тех, кто точно обожает развлечения. Это Хабиб и Артур Пирожков. Программа «Тема» продолжается. И сейчас перейдем к вашим сообщениям, к вашим вопросам нашему гостю. Напомню, что у нас сегодня в гостях генеральный директор парка развлечений Андрей Кунов. Андрей. Итак, что самое интересное произошло в парке аттракционов за время вашей работы? Вопрос от Ильи Марухленко. У меня есть две истории. Первая история на старте запуска «Русской горы». У нас на платформе стоял технический директор, и когда только начала ехать вагонетка, он поднял болт с пола вот такой, смотрит на болт, смотрит на вагонетку, смотрит на него все гости, и он прячет его за спину, и такой, как будто ничего не произошло. На самом деле, конечно же, этот болт был не от аттракциона, это просто какой-то болт, но это было очень смешно. А второе, мне очень нравится постоянная тенденция в парке. Я очень люблю этот момент, несмотря на то, что дети плачут, но я очень его люблю, когда на выходе дети прям плачут и говорят, мама, пожалуйста, ну еще полчаса. Для меня это значит, что мы все делаем правильно. Кстати, именно поэтому очень часто на выходе из парков располагает сувенирный магазин или какие-то сладости для того, чтобы задобрить чадо, и уже с конфетой можно спокойно поехать домой. Как все хитро и умно. А здесь вот несколько телезрителей сразу написали про какие-то культовые аттракционы под названием «Сюрприз и орбита». Расскажите, я таких не знаю. «Сюрприз и орбита» — да, это аттракционы яйского производства, были очень популярны в Советском Союзе. Аналоги есть «Сюрпризы и орбиты» сейчас в парках, в том числе в нашем парке есть аналог. Но я знаю, что я на этой неделе, вчера-позавчера был на выставке, на слете, точнее, ассоциации развлечения. И есть производители, с которыми я общался, которые пересобирают этот аттракцион заново на основании существующих всех современных параметров и ГОСТов. И скоро он появится, вот этот аттракцион из нашего детства появится в доступе уже в обновленном виде. Вот наша зрительница Ангелина мечтает прокатиться на аттракционе «Сюрприз», так что, Ангелина, для вас прекрасная новость. Надеюсь, скоро ваше желание исполнится. Мария Беспалова спрашивает, сколько раз за год катаются на всех каруселях в парке? Очень много. Ну, можно посчитать, что в среднем парк посещает полтора миллиона человек в год. Катаются, естественно, не на одном аттракционе, ну, можно, миллионы прокатов на аттракционах за год происходят. И личный вопрос от Елены. Каким видом спорта вы занимаетесь? Я раньше занимался борьбой долго и усердно, а сейчас уже ничем не занимаюсь, только вот тренажерный зал. В общем... Надеюсь, Елене понравился мой ответ. Конечно, все пишут, что вы в прекрасной форме, покорили всех. Спасибо большое. Ну, а сейчас мы покорим вас музыкальным клипом. Тема Нару ТВ В парке развлечений обычно приходят целыми семьями. Вот есть какие-то универсальные аттракционы, которые подойдут всем членам семьи? Их очень много. Ну, начнем с самого популярного аттракциона, это колесо обозрения. Колесо обозрения, на мой взгляд, самый семейный аттракцион, потому что все очень любят и высоту, когда это безопасно, и очень любят виды, которые открываются. А вообще, в принципе, все аттракционы, которые позволяют родителю с ребенком кататься, это называется семейный аттракцион. Те же машинки, какие-то миниджеты с подъемом, паровозик, тоже семейный аттракцион. На самом деле, очень сильно изменился тренд посещаемости парка. Мы даже раньше назывались детский парк развлечений, потом семейный парк развлечений, а сейчас просто парк развлечений, потому что очень много молодежи уже отдельно ходят какими-то группами, снимают свои тиктоки, еще что-то. И уже вот не только семейный парк развлечений, а вот массовый такой парк развлечений. Мы сегодня не уделили внимания батутам. Вот лично для меня в детстве это была самая привлекательная локация в парке. У нас был такой батут в виде кита. Он открывал рот, туда дети залезали на лестнице. Интерактив. Да, да, да. Рот закрывался, вот, и мы там прыгали. Где эти батуты вообще? Батуты есть. И есть ли они для взрослых? Батуты есть. Батутов очень много. Сейчас производителей батутов огромное количество. У нас батут в виде змей Горыныча сделан. Вообще они очень разные. Есть какие-то царь батуты, там, 100-200 квадратных метров. То есть они огромные, действительно очень есть. Много разных популярных. А с точки зрения взрослых батутов нет. Нам с вами не повезло. Мы идем на русские горки кататься. Ну, либо худеть до 40 килограммов. Какие развлекательные мероприятия вообще проводятся в парках? Каждые выходные какие-то развлекательные мероприятия, анимация. Мы очень любим проводить пенные вечеринки, какие-то розыгрыши, концерты. Раз в месяц обязательно нужно сделать какое-то большое мероприятие. В этом году, в конце июля, будет огромное мероприятие с выступлениями. И, в принципе, это одна из составляющих парка. То есть во всех парках современных проходит большое количество мероприятий. К примеру, в Диснейленде они вечером в 5 или 6 часов проводят свое шествие, своих героев. И там огромное количество людей со всего парка собирается, чтобы посмотреть на этот парад героев Диснейленда. Это большое, огромное шоу. Люди специально задерживаются для этого, для того, чтобы стать частью этого мероприятия. То есть я правильно понимаю, что событийность все-таки положительно влияет на посещаемость парка? Или это не играет роль? Это не основной момент, который влияет на посещаемость. Все-таки набор аттракционов, разнообразность аттракционов, степень подхода к безопасности, к оформлению, он сильнее влияет. Но одна из составляющих, безусловно. Особенно привлекательно тогда, когда есть доступ к проведению мероприятий без покупки билета. Это очень важно. То есть тогда есть возможность просто прийти в парк, посмотреть какое-то мероприятие, спокойно отдохнуть, провести как-то время и не обязательно даже кататься. Я считаю, это очень важно. Прямо сейчас посмотрим на Сергея Лазарева, а затем вернемся к следующим вашим сообщениям. Ну что, время задать парочку ваших вопросов. В парке было бы классно установить водную горку. А вы как думаете? Вопрос от Веры. Очень классно, когда в парке есть водная горка. И мы много раз об этом думали. Но мы очень переживаем за наш климат. У нас очень он непостоянный. Лето то рано, то поздно, то дожди. А все-таки нужно, чтобы было тепло. Поэтому пока в Москве нет. Есть в России водные горки. Пожалуйста, можно поехать. Здесь в Сочи установили. Очень пользуется большей популярностью. Но нужно температура. В общем, берите горки и езжайте на речку. Андрей Мацубара пишет, какой жизнью живет парк зимой? Активный. Раньше был стереотип, что парки это только летнее развлечение. На самом деле нет. Очень меняется формат поведения людей, наших гостей. Они приходят зимой. Катки, тюбинги, зимние развлечения. Часть аттракционов работает зимой. Локации работают зимой. Катание на упряжках. Активная жизнь. Живет парк зимой. Поэтому очень рекомендую. Это интересно. Андрей, спасибо вам большое за интересную беседу. Для вас подарок от нашего партнера цветочки. Первый раз мне девушка цветы дарит. Директор парка развлечений Андрей Кунов и я, Маша Валуйская. Всем большое спасибо. Увидимся в конце августа. Тема Нару ТВ Продолжение следует...